добрый день мои хорошие сегодня мы с вами будем готовить фасоль в томатном соусе с добавлением овощей из овощей здесь лук и морковь но можно добавить сладкий перец тоже будет очень хорошо и я сегодня покажу вам как сделать чтобы эти баночки можно было кушать диабетику это очень вкусное блюдо в магазинах она продается но там добавляет сахар а мы сделаем так чтобы было и вкусно и без сахара подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик ставьте лайки и пишите комментарии я очень рада всем комментариям и я на все комментарии отвечаю а вы с вами сейчас начнем готовить это замечательное блюдо ну начнем у меня фасоль замочено сколько чего клала я под видео ссылочку это напишу раскладку здесь у меня вот такая луковица небольшая морковка морковки этой много поэтому я вот так вот кончик отрежу он нам не нужен сейчас я лук порежу как резать лук особого значения не имеет я порежу так вот небольшими кубиками он все равно у нас при готовке весь растворится его даже видно не будет сковородочка у меня нагрелась сейчас налью масло ну буквально столовую ложку ну полторы может быть я не хочу чтобы много масла было так и сейчас я порежу морковку морковку я порежу довольно крупно вот смотрите чтобы ее найти можно было потом в наше блюдо ну вот так вот такими как бы прямоугольничками и морковку я сразу туда заложу нам надо чтобы слегка слегка пропассировалась вот и ждем а пока что я сейчас делаю вот здесь у меня сахарозаменитель таблетках я положу из расчета три таблетки на банку но вы можете положить меньше или больше смотрите вот когда сейчас мы сделаем вот эту вот заправочку да можно будет попробовать и вы решите добавить нет я заливаю теплой водой чтобы таблетки растворились пусть растворяется теперь мне нужна ложка морковка чуть-чуть колер дала масло и сюда же я сейчас посыплю перцем черного перца для аромата так теперь смотрите вот у меня томатный томатная паста в соусах во всех есть сахар в пасте сахара нет поэтому я использую томатную пасту я диабетик мне сахар не нужен сейчас я пол так вот закладываю здесь полбанки как раз мне полбанки хватает на три баночки фасоли я уже делала мне понравилось вот и сейчас сюда же я залью воду вот прям в банку залью теплой водички размешаю и туда вылью вот замечательно и тут таблетки у меня растворились все вот растворились это же туда заливают нужно все это размещать для однородной до однородной массы вот так вот и собственно у нас заправка для фасоли готова я не буду и не солить ничего мы потом посолим банки разлила ну вот на сахар уже хорошо теперь я возьму баночки сейчас три одинаковых возьму у меня есть вот и по баночкам по этим разложу фасоль так чтобы каждый одинаково было вот я разложила по банкам ну так что примерно одинаково было особо значение не имеет выключаю я газ и сейчас я вот это вот заправочку точно так же вот по одной ложке буду класть каждую банку и и распределю по баночкам тоже примерно одинаково ну чуть больше чуть меньше особо значение не сыграет роли большой вот так вот распределила я все завожу что у меня есть я специально делаю не очень много чтобы можно было долить потом банку до плечика чтобы долить можно было ну вот вот так как то примерно все теперь смотрите я возьму сейчас соль и каждую баночку посолю и так солим я уже точно знаю количество соли смотрите вот у меня ложка это кофейная ложка я с нее сейчас вот так вот скину соль и сделаю ее по края по края вот так больше не надо то будет пересол вот так вот видите все дальше нужно будет водички налить сейчас я воду включу нам нужно чтобы вода была вот до сюда до плечика вот больше не буду лить все там у нас воздух еще поэтому я сейчас возьму ложку маленькую и вот так вот вот тут можно еще долить видите и точно так же я проделаю со всеми банками сейчас перемешается овощи с этой нас фасолью перемешаю за одно вот вот сейчас я вот сюда еще немножечко даю ну и хватит все теперь я жду чайник так у меня стоит чайник греется чтобы крышки можно было залить нам нужна горячая вода для крышек и все и будем закупоривать и так чайник закипел я кипяточком заливаем крышки и буквально несколько секунд пусть погреется и вот так вот туго-туго сейчас закупорю все все наши баночки и так я крышки закрыла завязала все три баночки в тряпочке и сейчас буду ставить в скороварку воды я уже налила и газ зажгла вот смотрите сейчас подвину вот вот так должна быть вода выше крышек сантиметров на полтора два я сейчас доведу до кипения накрою крышкой и буду варить полтора часа ну вот прошло полтора часа крышка у меня открылась и сейчас я буду доставать свои баночки я беру вот такую вилку а то все говорят почему я тряпками закрываю почему я тряпками закрываю вот почему я тряпками закрываю мало того что они не бьются друг об друга еще и удобно их доставать из кипятка я не хочу чтоб у меня все раскисло переварилось и вот так вот я на лоточек сейчас их поставлю вот и все последнюю баночку и вот смотрите все банки у меня здесь сейчас я их прям вот так вот открою потихонечку и дам остыть и потом откроем с вами попробуем что у нас получилось и так вот три баночки у меня получилось я с них тряпочки сняла и сейчас я одну баночку открою посмотрим что у нас получилось ну фасоль разварилась очень сильно вот видите вот получилась какая фасоль она мягкая она вся сварилась хорошо ну ну не брюзлая очень хорошо получилось томат видно не дает ей сильно раскисать на вкус просто замечательно тем более что я добавила сюда сахарозаменитель здесь сахара нет но в то же время сладость вкус сладости вот это она чувствуется был бы один томат был бы кисло а так очень хорошо это морковка целиком ну замечательно мне очень понравилось я всем рекомендую это блюдо его можно вот так просто поесть как закуску и как гарнир сюда пожалуйста сосиски с ордыльки котлетку какую-то положил ну с колбасами мне кажется хорошо будет ну и так вот кто допустим не кушает мясо вот так приготовил и скушал всем приятного аппетита и пока-пока